В мире животных всё достаточно просто. Есть хищники, а есть их добыча. Одни животные охотятся, а другие стараются не стать их ужином. Но не всегда у хищников всё идёт по плану. Их добыча может совершить эффектный прыжок, ускользнув прямо из-под носа, вырваться из целого окружения зубастых монстров или воспользоваться хитростью и избежать с места битвы необычным способом. Это стоит увидеть. В этом выпуске я покажу вам невероятные и эффектные спасения животных из лап и зубов хищников. И начнём сразу с эффектных кадров. Главным героем здесь стал кролик, только не кролик, на которого положил глаз орёл. Эти пернатые хищники считаются первоклассными охотниками. Они налетают на добычу стремительно, не оставляя ей шансов. Но только не в этот раз. Кролик рассчитал полёт орла и эффектно подпрыгнул прямо перед его атакой. Только посмотрите, как высоко он взмыл. Орёл пролетел мимо и остался ни с чем. И даже если птица в итоге продолжила охоту и завершила начатое, кролик может гордиться, что в последние секунды жизни он выполнил такой безумный трюк. Леопард. А вот и родственник кролика. Не менее классный прыгун зайчик. На кадрах, снятых на Шри-Ланке, мы видим леопарда и зайца в нескольких метрах друг от друга. Пятнистый хищник долго наблюдал за грызуном, оставаясь практически неподвижным. Казалось, его беззащитная добыча не собирается убегать от опасности. Ушастый зверь спокойно сидел в траве, изредка оглядываясь по сторонам. Леопард выждал момент, стремительно бросился на зайца, но тот взлетел вверх, как ракета, и увернулся от когтей и зубов большого кота. Заяц начал убегать, а леопард погнался за ним, но и со второй попытки ничего не сделал. Ушастый ловкач оставил кота без обеда. Кстати, леопарды и сами великолепные прыгуны. Эти кошки способны сигать до трех метров в высоту. Это круто само по себе, но еще круче, когда все это происходит во время охоты. Здесь уже сам леопард стал предметом охоты, с ним захотела разделаться гиена. Еще бы секунда, и она могла начать грызть кота, но тот эффектно взлетел на дерево и избежал мощных челюстей гиены. Кстати, челюсти у этих хохочущих монстров Африки просто безумные. Гиены кусаются даже сильнее львов. Не может быть. Так что леопарду повезло не попасть под раздачу. Эффектный прыжок. И вновь на очереди леопард. Наверное, вы уже утомились смотреть на этих пятнистых котов, но этот отрывок точно стоит отдельного внимания. Ну что опять? Леопард в роли охотника. На этот раз он записал себе в добычу аиста, который блуждал в траве. Хищник притаился в зарослях и выжидал идеального момента для атаки, но аист вовремя заметил опасность. Птица вспорхнула, а леопард прыгнул на несколько метров в высоту. Почти получилось, но мощности лап кошки все-таки не хватило. Леопард лишь провел когтями по перьям аиста, который ушел от опасности в последнюю долю секунды. Стоп-кадр охоты леопарда на аиста выглядит очень эпично. Леопарды, конечно, крутые хищники, но до львов им еще далеко. По крайней мере, так считают многие. Многие, но не все. Конечно, не все. Считается, что львы – идеальные охотники. Не зря ведь их называют царями зверей. Что ж, и у таких охотников бывают неудачные дни. На этих кадрах мы видим охоту львицы на антилопу. Парнокопытная сумела сбежать от хищницы, но на пути ей встретились еще две большие кошки. Антилопа не придумала ничего лучше, как перепрыгнуть хищниц, и ей это удалось. Сделала она это очень красиво, прямо в стиле голливудских фильмов. Далее антилопа спрыгнула в воду. Львицы, которых стало еще больше, не очень любят лезть в воду, поэтому пошли в обход. Этого времени антилопе хватило, чтобы скрыться. Вброд. А вот и самец. Царь зверей знает, что он хозяин территории, поэтому гордо и не спеша переходит реку вброд. И хотя лев действительно царь зверей, водоем – это не его стихия. Там бал правят крокодилы – опаснейшие создания, жаждущие в кого-нибудь вцепиться. Но лев на то и царь зверей. Как только крокодил пытается напасть на него и укусить, большой кот моментально реагирует и уходит из-под удара. Крокодил прогнал льва, но обед так и не получил. Удушающий. А вот и саванна – настоящая стихия льва. Здесь львы охотятся на многих животных, в том числе на зебр – одно из своих излюбленных лакомств. Царица зверей напала на зебру, повалила ее и начала проводить удушающий прием. Как правило, львы убивают свою добычу именно удушением, а не ударом лапы или смертоносным укусом. Кажется, что зебре вот-вот настанет конец, но в самый последний момент она находит в себе силы и разрывает захват. А еще через мгновение полностью освобождается и удирает от хищницы, дав ей напоследок пару раз по морде своими мощными копытами. Ягуар и муравьед Переместимся в западное полушарие. Если в Африке главные кошки – это лев и леопард, то в Южной Америке это, конечно, ягуар. Во многом он даже сильнее и круче своих африканских родственников. Питаются ягуары многими животными, в том числе муравьедами. Эти создания хоть и не хищны, но в обиду себя лишний раз не дают. Этот ягуар напал на муравьеда, который оказался силен духом. Зверек не только вырвался из-под зубов и когтей ягуара, но и сам решил преподать ему урок. Ягуар осознал, что нарвался не на того и начал пугливо отбегать, а муравьед погнался за ним и прогнал прочь. Кто бы мог подумать, что эти существа с забавными мордами такие смелые. А этот ягуар решил напасть уже на более серьезного соперника. Он записал себе в оппонента аллигатора. Но аллигатор не так прост. Хоть конкретно эта рептилия была небольшой, она умудрилась провернуть крутейший трюк. Как только ягуар попытался атаковать аллигатора, тот молниеносно среагировал, схватил кошку своими мощными челюстями и швырнул в водоем, как игрушку. Пятнистый хищник в ужасе сбежал от такого грозного соперника. Водопой. Как вы заметили, схватка между ягуаром и аллигатором произошла у воды. Животные вообще часто выясняют отношения у водоемов. А для водных хищников водопой – прекрасное место, чтобы устроить засаду. Смотрите сами. Антилопа Бушбок пришла утолить жажду. Визуально вода кажется спокойной, но в ней уже прячется разъяренный крокодил. Рептилия делает выпад, но антилопа мастерски уворачивается в самый последний момент. Хотя уворачивается еще мягко сказано. Она буквально пулей вылетела с водопоя. Может, крокодилу просто не повезло? Дадим ему еще попытку. На этот раз к нему в гости наведался бородавочник. Этот африканский кабан спокойно утоляет жажду, как вдруг на него нападает рептилия. Несмотря на свою тучность, бородавочник классно подпрыгнул и успел убрать конечности из-под зубов крокодила, после чего сбежал. Кажется, это был тот самый крокодил, который облажался с охотой на антилопу. Видимо, ему стоит присудить звание самого невезучего охотника Африки. Ты позор природы, ты это знаешь? Говори, что хочешь! Но вообще, в целом, крокодилы очень крутые охотники. Если они поймали свою жертву, то ей будет очень непросто вырваться, бедолагу. В мясорубке. Даже один крокодил – это уже опасная единица. А что насчет целой группы этих рептилий? Здесь мы видим именно это. Обезьяны попали в натуральную мясорубку, угодив в пруд к зубастым монстрам. Причем, как видно, некоторые обезьяны нарочно прыгают в пруд навстречу своей смерти. Но им все нипочем. Приматы словно дразнят рептилий и всякий раз уходят от них в самый последний момент. Что-то пока все действия у нас происходят в теплых краях. А что же насчет зимних сражений? Не стоит забывать про белого медведя. Как-никак, это один из самых опасных и крупных хищников не только Арктики, но и планеты. Охотятся эти косолапые на многих животных, включая тюленей. Вот как раз такая добыча. Хищник долго караулил одинокого тюленя, который отдыхал на льдине. В момент кульминации медведь нападает на животное и кажется, что тюленю крышка, но он мастерски сползает с льдины и ныряет в холодные воды. Медведь ныряет за ним, а через несколько секунд всплывает. Как видите, тюлень успел уплыть. Ниндзя. Вернемся в теплые края, чтобы взглянуть на ниндзя. Нет, в Японию мы не отправляемся, ведь настоящие мастера ниндзя есть и среди животных американского Нью-Джерси. Ястреб заметил на дереве белку и решил ее атаковать, но бельчонок оказался невероятно ловким. Он не просто ушел от атаки, но и сделал это максимально эффектно, словно специально покрасовался на камеру. На велосипеде. И закончим самым хитрым героем этой подборки. На этом видео мы видим мышку, за которой охотится кот. Коты – искусные охотники, и мыши почти всегда оказываются в их зубах, но этот грызун был слишком хитрым и смекалистым, чтобы быть пойманным. Он воспользовался помощью прохожих, забрался на велосипед и улизнул от хвостатого хищника. Как по мне, это момент на миллион. Что ж, а на этом все. Напишите в комментариях, какой момент из этого эпизода впечатлил вас больше всего. И спасибо вам большое за просмотр.